Смотрите мне на спинку, пожалуйста. Ну, пожалуйста, что-то трудно, что ли? И спинку, и макушку, и все остальное. На привокзальной площади капитальная помывка памятника Ленину. Уже второй раз за этот год. Отмывают вождя в первую очередь от голубиного помета. Уж очень его любят эти птицы. С первой пеной мы памятник обольем, потом щеткой потерем, а потом смываем. И на это все уходит? Сколько времени вы говорите? Ну, часа два на этот памятник уйдет. Непосредственно помывкой занимается один человек. С помощью подъемной корзины и страховочного пояса он поднимается к самой высокой точке памятника. Важно не просто облить вождя, а начисто отмыть все пятна. К слову, стреляя в голову Ленину, пусть даже водой из пульверизатора, невольно чувствуешь себя паникоплан. Несмотря на то, что высота памятника Ленина около 10 метров, и, казалось бы, сложнее всего отмыть именно макушку, оказалось, по словам специалистов, труднее всего отмыть именно мраморный постамент от пенных разводов. Вождь пролетариата не единственный в списке на помывку. Всего к концу августа приведут в порядок 25 памятников. Такое распоряжение от администрации Владивостока. Периодические реставрации мэрия устраивает несколько раз в год по мере необходимости. Также у нас в плане борцам заварсоветов, потом памятник матросам техокеанцам, которые на лозу находятся, подводная лодка, также входят в планы. Очищают и территорию вокруг памятников. Для привокзальной площади это особенно актуально, ведь она является своего рода местным гайдпарком, то есть свободной площадкой для высказываний. Не зря ведь именно здесь в последнее время проходит множество митингов. Но это же не решение проблемы. А что будет, если я привезу машину в марте? Я не получу на нее ПТС. Владимир Ильич Ленин у многих в памяти закрепился как освободитель и сильный вождь. До сих пор во многих вузах иностранных государств изучают его труды наряду с Карлом Марксом. А к Владивостокскому памятнику помимо русских приходят корейцы и китайцы, чтобы возложить цветы. Особенно популярно это место в год столетия революции. Сотрудники клининг-компании говорят, что по-хорошему памятник Ленину нужно мыть раз в месяц. От голубей его защитить невозможно, поэтому единственное средство – регулярный душ. После этого вождь русской революции снова чист на руку, голову и другие части тела. Ирина Мокрецова, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.